ку-ку привет я опять тебя не вижу у меня что-то происходит с инстаграмом кто присоединяется напишите нормально видно слышно нас обеих меня обычно видно а можно мы еще раз попробуем я все-таки надеюсь что я возможно себя увижу пожалуйста так юлька черкасова привет видно и слышно отлично сейчас подождем пока свет переподсоединится и и и и я вижу себя почти почти так как в квадратиках фоточку вижу ну ладно уже тут запасла свином хорошая питерская традиция я поддерживаю стаса а что за идея у стаса сальса свинишком же лекции по истории сальса вместе с вином и он сказал что бутылку прикончил уже пока рассказывал про все до сальса у тебя сколько сегодня раз раз пропадаешь сколько чего там сообщение прислали горе сколько у тебя сегодня вина с собой у меня сколько ты рассчитываешь бокал пока что хватит я думаю меня из бокала выносит обычно всем привет записала тогда я к тебе спешила у меня вот волосы до сих пор еще назад пока бежала тебе идет так что вот спасибо расскажи мне как как проходит твой карантин я вижу что с вином все нормально нормально да здорово проходит мне очень нравится мне нравится что такое ощущение в мире которого никогда вообще не было и ты понимаешь что такая ситуация из ряда вон когда просто ну типа никто не работает ну понятно что многие работают дома но все равно это ощущение что ничего не происходит улицы пустые все закрыто и ну какая-то энергетика такая прикольная очень чистая выходишь на улицу и прям такое все прозрачное как будто бы как будто мир обновился мне очень нравится вот и ну я тут занимаюсь своими марафонами всю дорогу у меня некогда скучать вот но хотя я уже про и прошла свою любимую игру еще раз компьютерная когда мне появилась я была фанатом том райдера когда я была мелкая вот и я где-то с подросткового возраста прекратила в ней играть и сейчас когда мне появилось время поначалу это как вот загрузила прошла ну все уже успокоилась если вопросы от людей которые там что-то писали первый вопрос был сколько ты уже прошла челленджей челленджей всего два я не это просто может быть так выглядит феерично на самом деле нет ну в смысле вообще я проходил ну если только за время карантина то это был вот те четыре и вот этот мальчик из румынии и все ну и то он меня как бы насильно насильно можно сказать вписал в это отправил мне директивно ссылку типа я тебя а челленджи и я такая ну меня же легко взять на слабо и я такая слышь ты вот и и выучил это все дело ну вот а так до этого был прикольный челлендж у нашего сереги перептика препода по хип-хопу нужно было короче подкинуть подушку и пока налетит нужно было сделать какую-то штуку руками типа на координацию типа что-то там не помню какие-то темы вверх-вниз в общем и потом поймать ее и этого ладить вообще мы всем преподавательским составом после тренинга и делали наверное минут 20 не могли сделать и все очень криво выглядели вот это был сам наэроприкольный челленджи слушай это прикольно у вас же в питере потолки большие то есть есть время вот это все сделать да такой маленький что она как-то и сразу не спать согласно времени хватает с другой стороны если криво кинуть то она там просто улетает куда-то космос в этом не поймать вот так у тебя был еще челлендж на эти на повороты 100 поворотов челлендж а это было раньше чем карантин это паша бекер скинул мне но он вообще сумасшедший тип я не знаю как он вообще на это подписался но он сказал всего 20 минут он просто этот парень прикинь он 20 минут стоял и записывал как он поворачивается туда-обратно туда-обратно и тысячи поворотов я просто я даже не смотрю не досмотрел этот видос от одной мысли уже так просто когда посмотрел там ну видосом причем записывал это все там 20 минутный видос и я даже не ну я в середине уже промотала думаю понятно понятно в общем но и вот он меня тоже такой типа давай я не знаю как это я тебя вызываю начальнишь не знаю как это по-русски сказать по-английски прикольно челлендж все понятно ну вот и и мне было так лень и сказал блин прости я сделала только сто на двойных ну типа два туда два обратно два туда два обратно меня тоже подташнил под конец но это было ну вот это было интересно это прям реально был челлендж вроде как бы типа ну знаешь что на семинаре сделаешь тройной все таки его и все этого достаточно а так то 100 никогда не делал так что это интересно а сколько ты поворота вообще отможешь делать чтобы тебя не поплохело при этом в танце ну в танце я делала много в танце я делала мне кажется до 18 с хорошими партнерами ну вот он типа вращает и ты крутишь ну понятно что тебе потом как кружится голова ну то есть не тошнит но ты такой немножко тебе надо время прийти в себя но в танце проще ну то есть просто вот если встать и вращаться на одной ноге ну я максимум могу сделать наверное поворотов шесть немного вот но если продвижение ну да понятно что то смотри с кем вставнивать ну как бы ну мне кажется что это не очень впечатляющая цифра но когда например в продвижении я могу много делать потому что мой преподаватель по танцам у меня по больным он дрючил прям нас очень жестко и мы ходили прям диагоналями по залу он еще был длинный такой всю диагональ мы крутились в одну сторону потом в другую сторону прям нормально так было сурово для детей а ты с какого возраста танцуешь вообще получается с трех лет еще закрыли тему танцев понятно ну в три года это не считается танцем и там танцевали точнее я попала еще не было групп для детей для трех лет снова отчелленджить да я тебя отчелленджил хорошо подсказывает и поэтому я танцевала в группе где танцевали мои брат и сестра старший и она была типа ну там для детей шести лет семей ну а я как пыталась повторить то что могла и все ну потом в пять в пять у меня был первый конкурс но я уже танцевала типа вот эти вот фоточки в инстаграме кто меня видел это по-моему с первого конкурса как раз мне и ну все дальше уже плохо помню ну что-то там было бальное до одиннадцати лет потом год фламенко и потом сальса однако однако скучная танцевальная история ничего себе скучная фламенко танцевать в детском возрасте это же там надрыв вот эта страсть когда гормонов не хватает а надо показывать это было так ну я на самом деле очень понравилась фламенко я подумала что когда мне будет там десять я вернусь туда потому что у ну прям он настолько эмоционально накаленный танец что прямо до дрожи мне очень нравятся эти моменты когда ты можешь просто стоять поднимать руку там например четыре восьмерки и все смотрят и вообще не дышит и ну как бы если ты встать и начнешь так делать то все подумают ты смеешь ты обкурелся там или что вот а во фламенко это как бы тема и это очень круто но когда я начала заниматься уже с сальсой начала заниматься параллельно с фламенко и мне начали короче мне начали гнобить в обеих в обоих местах на сальсе мне говорили ты чё такая жесткая ну-ка расслабься где твои бедра такой а на фламенко мне говорили ты чё вообще как проститутка там попой виляешь соберись там ниже очень движение вот и я поняла что мне кажется все это не соедините вот и ты ушла в сальсу которая более развратная ты хотела сказать мы хотели знать о цвете рейда самый милый добрый человек сальс тусовки вот вот и все ну выкладывала тренировка у тебя была какая-то стрип секси новый препод прям страсть такая вообще ну со мной еще не так смешно в смысле это очень прикольная тема но мы реально ржали вот настюха на кстати сейчас в эфире мне кажется с нами вместе привет нас что стрип он на самом деле адский сложный но то есть этот как бы кажется кажется что типа ну там чё попой повеляла все девочки типа могут на самом деле нифига даже просто просто лечь красиво на пол и перевернуться это целое искусство потому что ты такая я реально сделала то что насилка говорила ты такая ложишься на пол такая расслабляешься такая типа я такая сексуальная вся и смотрится просто как мешок картошки потому что у тебя все мышцы расслаблены и такая а переворачиваешься, как тюлей. И вот на видео очень круто видно, как она переворачивается, как я. Я вроде тоже такая вся гибкая и все такое, но вообще нет вот этой вот именно стриповской какой-то манеры, просто потому что я не умею тело держать в тонусе, где нужно его держать в тонусе. Но прикольнее еще смотреть, как наши парни танцуют стрип, потому что на преподских тренингах у нас... Ну, у нас же в школе каждые две недели проходили преподские тренинги, пока я наслала карантин. Вот, и там, ну, преподы готовят разные задания, мы там всем чем только не занимаемся, но одна из, как сказать, один из форматов заданий, когда каждый препод должен работать с какой-то связкой. Вот поле тут еще. У нас тут все преподы Дэнс Хай Скул, мне кажется. Ну вот, и они готовят связки своего стиля, и там должны их каким-то образом объяснять. Стрип от парней. И Настюха вышла как раз, ну, Настя препод по стрипу. И начала объяснять там какую-то связку, где нужно было там все гладить по всем местам. И у нас Ник Анцухский и Ваня Маркин, они тоже преподают, были на тренинге. Даже есть видос, он, кстати, есть, по-моему, в видео ВКонтакте у меня лежит на стене, ну, или в моих видосах, про тренинги. Типа, чем мы занимаемся на тренингах преподавателей, там есть видос, типа, выходим из зоны комфорта. И вот там как раз записано, как они, типа, такие себя гладят, они такие лица смешные. Вот, так что, да, это забавно все очень. То есть, я пометила посмотреть, окей. Да. Я видела там какой-то, по-моему, нет, другой видос. Вы там постоянно сходите с ума. И все ли это преподские штуки, которые, как проходит обучение, то, что остается за кадром. Как ты людей вот на это все, я бы сказала, вдохновляешь? Но, по-моему, это неправильное слово, что они говорили всякую хрень, вот эту вот веселую. Это твоя хоризм, твои обаяния, кольт в руки, что? Слушай, на самом деле, как ни странно, на тренингах все вообще меняется с головы на ноги, потому что, как это, ног на голову. Потому что они там меня стебут все. Ну, то есть, я начинаю вести тренинг, и все, и начинается стеб. Ну, Серега, в основном, Перепчак там за главного стебальщика, и все, они как начинают шутить, и потом кто-то подхватывает, они начинают все надо мной ржать, и стебаться. Так что я, как бы, на тренинге просто как зайка сижу, и такая, ребята, давайте мы сделаем еще вот это упражнение, пожалуйста. Они такие, ладно, хорошо. Вот, так что, мне кажется, к преподам это нет. Ну, вопрос, как я смогла их вдохновить на то, чтобы они вообще собирались на эти тренинги, это хороший, наверное, вопрос, но я и сама не знаю ответа. Понятен. А если смотреть просто семинары? У тебя, что ты из Африки, по-моему, выкладывала видос, где они там на испанском что-то про бабушку рассказывают. А, ты про семинары? Да, там, к нам ты когда приезжал, мы тоже с удовольствием друг друга убивали снежками, и не только. Да, это очень хороший вопрос. Я не знаю, я сама не знаю. Я помню, что я как-то готовилась к семинару по музыкальности где-то, не помню, в каком-то из городов, может быть, в Екатеринбурге. И я помню, что я проводила такой же ровный семинар по музыкальности в Самаре. И я такая, дай-ка я посмотрю видос, и, может быть, там есть, ну, типа, что я делала. И я открываю видос, самый последний, финальный видос уже, ну, типа, этого семинара, а там было, по-моему, 4 часа. И я смотрю, народ просто, все, короче, пляшут, как в последний день жизни вообще. Все просто такие там, девчонки там показывают секс, там попой крутят парни просто, которые, ну, ты видишь, что люди, ну, зажатые такие, знаешь, они, ну, обычно на семинарах особо не раскрываются. А тут они просто такие, опа-опа, знаешь, начинают жечь. И я такая смотрю, думаю, господи, что я с ним сделала такое, что они это научат. Ну, я, если честно, сама не понимаю, но мне кажется, что это во многом зависит от вот этого чувства потока, которое я пытаюсь издать. Помнишь, мы с тобой говорили про книжку Михайя Чексент-Михай «Поток психологии от тьмы». Да? Не знаю. Класс, ты мой, Гриша, ну, неважно. Короче, в общем, очень крутая книжка. Мне помогла прям понять, что происходит на занятиях, потому что он там исследует вот это состояние, в котором, ну, люди занимаются какой-то деятельностью, которая их вдохновляет. Ну, например, спортсмены там бегут, там, ну, не знаю, выполняют упражнения, там, художники рисуют, знаешь, там, скалолазы, например, забираются на скалу. И он это обозначил состоянием потока и показал, как в него войти, ну, типа, критерии, условия. И показал эффект от этого состояния, типа, что происходит с человеком. И это так круто вписалось в танцевальную тематику, что я прям аж офигела. И с тех пор я пытаюсь, ну, как бы, соответствовать этим критериям потока, чтобы людей держать в этом состоянии, когда они просто забывают обо всем и чувствуют только цель, чувствуют, как они с ней справляются. И мне кажется, что, ну, когда они входят в это состояние, ты реально можешь сказать, что, а теперь прыгаем на одной ножке и хрюкаем, потому что это важно для вашего танцевального развития. И все начнут это делать. Ну, мне кажется, иногда, что я могу так делать. Надо будет попробовать. Это будет челлендж. Так, как ты решила отчелленджить всех, вот так. Ну, если делать, то только с другими преподавателями. Я одна и не пойду на это. Ну, что так? Ну, это, конечно, ну, к тому же те, кто... Хотя нас не так много людей смотрит, но все равно эти 19 человек будут знать, что не надо прыгать на ножки, посмотрят, так что... Да, ну да, согласна. Вот. Много у тебя там вопросов? Мне безумно интересно. Сердечки? Сердечки, сердечки, вопросы. Что еще было из вопросов? Вопросы, вопросы. Мне кто-то написал, что должна в какой-то момент прийти Мелькова и сдать все секреты, если вдруг беседа не пойдет. Она может. Типа, у нее там есть все, потому что она всегда приходит где-то во второй половине и такая, так вот. И сдает. Алишу сдала еще кого-то. Да? Блин, ну пусть сдает. Мне кажется, интересно, что он нас может сдать. Вспомнить. Давай пока твои истории. У тебя хотел их две, ты сказала? Да, я сегодня смотрела, пересматривала твой эфир с Максом Кумашем. Он, кажется, тоже нас смотрит. Максик, привет. Ты очень крутой, если ты нас смотришь. И я помню, что вы говорили про актерское мастерство и вспомнила, как мы собрались. Это, наверное, одна самая офигенная история из всей вообще танцевальной темы. Мне безумно нравится, когда люди собираются вместе и что-то делают, что-то креативят. И это была история, когда мы... Был тогда White Night Fest, который организован Боря и Женя Ройзм. Ну, сейчас Баранова. И они позвали Эдитораса на него. Я не знаю, ты помнишь это? Наверное, ты помнишь это все. Конечно, помню. Да, ну вот. Тебя там не было? Нет, в 13-м уже нет. А, ну вот. Ну, в общем, короче, я не помню, кто нас всех подбил. По-моему, Женя это и сделала. И она сказала, ну, блин, Эдиторас первый раз в России, надо что-то ему такое фееричное сделать. И мы подготовили... Мы, короче, собрались огромной толпой людей из разных совершенно школ. Там были мы, ну, в смысле, Сальса Плюс тогдашний, Даша Пынченкова была, Андрея Атибаеба был, Женя, собственно, Баранова, из Кассы ребята. В общем, короче, прям такая, ну, знаешь, была классная тусовка интершкольная, так скажем. И у нас был офигительнейший режиссер Антон Кутузов. Он сейчас лидер команды КВН, актеры. Ну, такой же, типа, вроде на телевизии даже его показывают. Ну, очень классный, суперталантливый парень. И он был ответственный, ну, он был, типа, главный режиссер, ответственный за сценарий. И мы взяли за сценарий жизнь, собственно, Эдитораса, его, типа, становление как танцора. Что, значит, сначала он там встречался с какой-то девушкой, потом он пришел, я даже плохо уже помню, он, типа, пришел домой, и эта девушка была с другим парнем. И что-то надо было его, ну, типа, они там танцевали, и он... А, они как раз, по-моему, танцевали. В общем, короче, она, по-моему, типа, ушла от него к другому парню, потому что он танцевал. А Эдиторас не умел танцевать, и он, типа, ну, хотел, в общем, научиться, и, ну, это, типа, его замотивировало. Ну, там была такая классная во всех, знаешь, канонах театральных постановок все это прописано. В общем, Степа Ларионов, я не знаю, и знаешь ли ты его, он был диджей Тедди, сейчас уже не диджеет, он играл молодого Эдитораса, и Денис Саракумов еще играл тоже Эдитораса, но уже под Рошева. И, в общем, короче, мы все тренировали, все эти постановки, и это было очень круто, это было очень рожащно, потому что куча талантливых людей, ну, ты знаешь, когда собираются вместе, это всегда полный трэш. Вот, было очень смешно, я помню, когда Антон пытался Женю натренить Женю Варанову. Короче, там был такой эпизод, когда, типа, Эдиторас, значит, он танцует, 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 и, ну, в нашей постановке он, типа, танцевал-танцевал, ударился обо что-то головой, упал, выключился, типа, потерял сознание, и потом, ну, типа, весь остальной спектакль, это, ну, типа, было, что он, мол, типа, без сознания лежал, и все это ему снилось, ну, типа, все развитие событий, как он приезжает в Россию, и все такое. Вот, а потом, типа, в конце он просыпался. Вот, и на последней сцене, значит, он лежит, и Женька Варанова должна была подбегать к нему и кричать, Эди, Эди, все в порядке, типа, как ты, значит, ты пыталась его разбудить, вот, и почему-то не могла на высокой, ну, на высокой громкости дать вопросительную интонацию, то есть она подбегала к нему и кричала, Эди, все в порядке, все в порядке, и Антон, кто-то запланировал, и, в общем, перекрикивал ее, было очень смешно. Вот, но это, наверное, то, что мне запомнилось, и, ну, конечно, запомнился сам момент, когда мы подготовили это все, мы кучу вообще убедили сил, мы готовили там русские народные танцы, когда, типа, Эди Торрес должен был приезжать в Россию, и там девочки танцевали, значит, потом там была какая-то эпоха диско, мы танцевали диско, в общем, что мы только там не делали, видос, по-моему, даже до сих пор лежит ВКонтакте полчасовой, вот, и Эди Торрес, конечно, просто офигел, когда все это увидел, но я думаю, если честно, думаю, мне кажется, нигде вообще ему не готовили такого приветствия, вот, и в конце там должен был быть танец, и мы как раз поставили чачу, который, ну, типа, посняли его танец, чачу, который он танцевал, и включилась музыка, и, ну, его, типа, выпихнули на сцену, и это было так круто, потому что мы стояли прямо за ним, ну, вот, я стояла буквально за его плечом, и он, ну, типа, вступил с первых аккордов, и почувствовала, что вся толпа, которая стояла на сцене, двигается вместе с ним, и он поворачивается просто, у него было такое лицо, типа, блин, вы все это знаете, и все, он когда повернулся обратно к зрителям, он начал так жечь, как просто, ну, до мурашек вообще, это было очень классное ощущение, вот, так что, пожалуйста, у меня тут мурашки бегают, да, да, у меня тоже, я думала, что это вино, но нет, они передаются, вот, вот такая история, а вторая история была тоже связана с Антоном, и с тем, как он учил нас разговаривать в микрофон, потому что, ну, ты, наверное, в курсе, что микрофон это вообще моя боль, я всегда его боялась, сердечки, не знаешь, нет, это, ну, это, короче, уже знаменитые эти темы, что я получала, ну, в начале совсем у меня была беда, в 2010, в 2011, когда я получала награды на сна, на Сайсу Найт Ауэрдс, я выходила и говорила просто какой-то херный микрофон, простите, ну, потому что, ну, я помню, что я получила, когда преподы дебюта, я сказала, там, ну, ну, прикинь, Сайсу Найт Ауэрдс сидят все, типа там, ванюшины там сидят, ну, просто, короче, суперэлита вся сидит. Я вышла такая кнопка и сказала, просто от волнения, я сказала, блин, ну, там, спасибо, спасибо, я еще, типа, ну, знаю, что я еще только новичок, но мне так хочется всех научить. И все, ну, все покатили, Алексейенцев первый нашел, типа, всех нас хочется тебе научить, и в общем все начали ржать, и потом ко мне тоже, подходили такие, ну, давай, типа, научи меня. Вот. И еще, я не помню, то ли в этом же году, то ли год спустя, когда я получила мисс Сальсу или мисс Надежду. Вот. И я начала там всех благодарить, поблагодарила Борю и сказала Боре, спасибо большое Борисовичу за то, что он вложился в меня по полной. Вот. И потом Боря говорит, что к ним подходили парни и такие, ну, что, вложился ли вы в нее, и как? Слушай, с Борей, как ты тоже там, Алиша рассказывала, что она у него на сеновале снимала, и говорит, и на следующее утро, после сеновала, Боря мне написал и переложил работать на постоянке. Боря, жжет. Да, да. Да. Да, с Борей давно. Стас, привет. Привет, Стас. Ну, вот, и, короче, ну, и с тех пор, как бы, я сама поняла, что у меня проблемы с микрофоном, и вообще я его боялась, и я не могла нормально дышать, когда говорила в микрофон, и у нас должен был быть сезон опенейров, и, ну, как бы, я поняла, что надо что-то делать. И мы позвали этого Антона, Кутузова нам помочь, мы говорим, Антон, ну, мы, это я и Настя Асташевская, с которой мы делаем Дэнс Хайскул вместе. И мы говорим, Антон, капец, помогай, надо что-то делать, короче, учи нас. Вот. И он нам дал очень много классных упражнений, на то, ну, типа, как владеть голосом. Шесть вечера, а ты уже с винишком Стас. Я как раз у тебя уже упоминала. Да, это все из-за тебя. Мне понравилась, понравилась твоя идея. Ну, вот, и было очень круто, потому что он нам давал упражнения, ну, которые, такой был жесткий выход из зоны комфорта, и когда что-то не получалось, мы всегда такие, блядь, простите за мат, ну, как бы понятно, что-то не получается. Да, хорошо. Вот. И он такой, ну, горлом, например, зажал, и такой, блядь, он говорит, не блядь, а блядь. Говорит, что такое. Вот. И доходило до того, что просто у нас, ну, был в старом dance high school, такой длинный зал, 60 квадратных метров, дверь, и там выход в коридор. И он ложился, точнее, он выходил за дверь в коридор, а ты, я должна была лежать, короче, в начале зала и говорить, всем привет, это школа танцев, dance high school, присоединяйтесь, типа, и танцуйте с нами. И он говорит, типа, пока нормально не скажешь, я не войду. Вот. И ты просто лежишь такая, всем привет, это школа танцев, танцев, и он такой, не слышу тебя там, не чувствую, запал и все такое. Вот. Это, короче, была жесть. Но он прям пробил, можно сказать, какие-то штуки, некоторые упражнения, даже я сейчас до сих пор даю на тренинги преподавателей, например, кто знает здесь преподаватели, вот когда вы кидаетесь подушками, это его упражнение, и оно очень круто помогает. Вот такая история. Суть. Потому что я видела на видео, что народ там прям с удовольствием друг к другу бросается. Там нужно бросать что-то, кричать при этом. Ну, да, идея такая, что, типа, ты вкладываешь свой голос в какой-то объект. Ну, там можно чем угодно кидаться, но подушки просто под руками, и один партнер стоит в одном конце зала, другой в другом, и задача, ну, сначала там ставится голос, чтобы ты говорил, ну, типа, с опорой, и не зажимал голосом, ну, горлом. И ты должен, типа, мысленно вложить свой голос в подушку и кинуть в подушку так, чтобы она долетела до противоположного конца зала. Вот. И, ну, на самом деле, это сложно. И даже я, ну, как бы, я не супер в этом мастере, я немножко там потренила, но сейчас уже вроде мне горло не зажимается, но все равно. Видно, когда на тренинге ты проводишь это упражнение, видно прям, кто, ну, типа, слышно даже, они даже сами слышат, кто горлом кричит, кто от живота, кто зажимает, у кого звук не долетает, долетает до середины комнаты, например, у кого-то долетает, противоположную стену возвращается. Знаешь, это очень... Ну, ты тренер, ты тоже знаешь эти темы, что голосом по-разному можно владеть. И, ну, в преподских все-таки темах это очень важно, потому что зависит, ты держишь всю группу голосом, да, или она просто долетает только до первого ряда. Вот так. Окей, да. Это философски уже пошла тема. Да. Еще вопрос был про книжку твою с брокколи. Ага. Мы прям все считали, что это брокколи. Нет, понятно, что должно быть дерево, но смотришь, ну, почему брокколи? Да, на самом деле, это... У меня такие истории постоянно как с логотипом школы, знаешь? Я заплатила дизайн... Я вернусь к книжке. Я заплатила дизайнеру кучу денег еще до того, как, ну, типа я придумала концепцию школы и сразу начала придумывать логотип. Вот как девочка и цвета. И я заплатила дизайнеру, он нарисовал классного феникса. Я говорю, нужен феникс с короной и этим, лавровой ветвью. Ну, я там посмотрела, геральдику, все, чтобы это было... Это все так серьезная такая заявка. Феникс, геральдик. Да, я там все... Как бы все было суперпродуманно. Он сделал очень классный логотип, он все там перерисовывал его. Вот. И я так им гордилась. И мы его, значит, нанесли большим таким... Большой картинкой на бар в старой школе. И заходит как-то ученик и говорит, слушайте, а почему узкие тайцы на логотипе? И мы просто все такие смотрим. И реально, ну, как бы, если присмотреться, то там такие, ну, лепесточки вместо крыльев, и они похожи на узкие глаза. И оттуда, короче, вырисовывают образ китайца. И я такая думаю, блин, почему так не надо помочь? Вот. Ну, надеюсь, что никто эти 23 человека никому не расскажет, а то все будут думать, что у нас китайцы. Слушай, ну, тебе же интересно прийти в школу и посмотреть просто, как это вживую смотрится. Да. Да. Ну, в школе его уже ехали, уже переехали, но просто можно посмотреть логотип, видно, видно. Теперь уже этот китайец никуда не развидишь его, как говорят. Вот. А по поводу брокколи, ровно та же идея. Я нашла безумно талантливую девочку. Она совсем молодая, ей, по-моему, 17 лет, Саша. И я, ну, она пришла заниматься тоже к Сереге, и я смотрю, она рисует. И я посмотрела рисунки, говорю, блин, я хочу, чтобы ты нарисовала мне картинки для книги. Вот. И, в общем, у нас было много концепций. Сначала это должны были быть танцующие мозги. Странно немного звучит, ну, как бы идея была такая, что, типа, ты должен осознавать там. Вот. Ну, мы когда попробовали нарисовать пару мозгов, мы поняли, что это совсем как в фильме ужасов каком-то. Вот. И начали рисовать деревья. И, ну, ну, как бы я думаю, что я просто не отсветила этот момент. Мне хотелось деревья, я увидела деревья, подумала, ну, класс, суперские деревья. Я настолько нарисовала веселых картинок. Вот. И потом, да, тоже я выложила эту картинку, все такие, а что там делают танцующие брокколи? И ты такой, я не знаю. Что же мы деревья? Вот. Короче, это твоя тема. Думать что-то одно придумывать, да? А народ видит что-то другое. Да. Ну, в смысле, я надеюсь, что нет. Ты видишь каждый, да? Я надеюсь, что нет, но пока что это получается именно так. Да. Ты думаешь, что это одно, а все видят другое. Вот. Хорошо, что я Маху присылала. Там что-то пишут, потому что я вижу, что люди только присоединяются. Я просто читаю, ну, да, я читаю, кто присоединяется, и у меня не очень хорошая заявление, поэтому я... Ну, все кто-то смеется и сердечко шлет, это хорошо. Потому что сердечки, это как он первый эфир с тобой дал, когда они все летят, летят, летят. Да. Я думаю, что... Потому что ты такой скажешь, так, ну, пару сердечек. Ну, ладно. А тут прям нон-стопом. Я думаю, я просто сформировала у зрителей своих рефлекс, потому что я когда делала прямые эфиры... Ой, простите, пожалуйста. Делала прямые эфиры по своим марафонам, они почему-то постоянно мне слали сердечки. Ну, а это были мои вообще первые в жизни эфиры. Я такая, что это за сердечки какие вылетают? И они начали мне еще больше их слать, потому что видели, что у меня такое лицо смешное. Я думаю, что вот... Я просто не могу отправить, у меня нет сердечка. Ну, как-то... Ну, да. Спасибо вам. Я очень люблю эти сердечки. Они меня радуют безумно. Там видно, что деревья все понятно по задумке. Спасибо. Так как мы знаем, что Света их любит. По задумке понятно, но есть нюансы. Да. Ну, как бы мне кажется, что если даже это будет танцующий брокколи, ну, ничего страшного. Какая разница? Главное, чтобы это же были просто веселые персонажи, которые бы делали интересно. Мне кажется, они прекрасно справляются со своей функцией. А как ты вообще дошла до этой... Как тебе книжку писалось? Вот это все. Ой. Ну, началось все с того, что мне, конечно, в течение года несколько... Ну, как бы несколько людей подходили и говорили «Отправлю сердечки за тебя, Алина». Спасибо, Настя. Это так круто. Да. Взаимовыручка. Ну вот. И говорили, типа, Света, когда ты уже напишешь книгу? Ну, типа, на индиевах люди там в сердцах, знаешь, когда ты уже что-то напишешь книгу? Ты куда-то напишешь книгу? Я не могла долго понять, о чем мне надо вообще писать книгу. Ну, потому что понятно, что это не по сальсе, не по технике сальсе, потому что это кучно. Вот. А потом, я думаю, что все началось с того, когда мы сделали курс «Правила съема» вместе с Серегой Пилипчиком. Потому что он был такой первый вот психолого-танцевальный. А, ну, собственно, мы с тобой много о нем говорили, ты знаешь, что он такой, типа, как мозг влияет на то, как мы обучаемся. И я обожаю эти все темы. И вот с тех пор мы начали проводить этот курс, потом я начала ездить и проводить в других городах, потом мы начали общаться. И как-то я поняла, что у меня скапливается материал, скапливается информация. И в какой-то момент... А, в какой-то момент? В какой-то момент, на мой день рождения, ко мне подошли ученики и подарили мне... Как это называется? Ну, типа, сертификат на публикацию книги. В издательстве. Они там собрали деньги. Они, конечно, молодцы у меня. Ученики просто бодрые. Пенделя такого дали под зад. Ну, все. И сказали, давайте. Типа, ты хотела книгу вперед? И я такая, блин, ну все, теперь уже не тортец. Да, это на самом деле ответ на твой вопрос. Я так бы, наверное, и не созрела. И я начала писать. Ну, по-моему, все вместе примерно год это все заняло, пока я там все написала, пока мы списались с этими ребятами, пока все оформили там. Сшили. И вот, да. Ну, и получается, вот она вышла. Мы ее напечатали в 100 экземплярах. И они первые 40, мне кажется, распроданы были в первые. Коля, привет. Я соскучилась по тебе. Это мой ученик уже ушел. А мог бы и не уходить. Простите, отликалась. Ну вот. Они были распроданы буквально в первые два дня. Круто. То есть, короче, народ просто такой, и мне, и мне там в Сыктывкар, и мне там куда-то еще, там в Баку, в общем, все. И я подумала, я себе почувствовала, как служба идеи чел какой-то мне, что нужно было всем отправлять куда угодно книжки. И потом еще возила и всем. Вот. И все. Ну, потом я решила, что я что-то уже не хочу это все печатать, и, ну, выложила просто ее онлайн, и она лежит там до сих пор на ридеру, и потихонечку себе не спеша продается тоже. Вот. Классно. Классно. Так, а у меня вопросы закончились. У тебя закончились вопросы? Ну. Да. А у вас есть еще вопросы? Ребята, спрашивайте. Я так люблю, когда у вас есть вопросы. А пока не пишут, еще был, потому что листала ленту в этом ВКонтакте, пока фотку выбирала какую-то. У меня, конечно, есть много вопросов, потому что там происходит. Давай. Я готова ответить. Меня заинтересовал, костюм Нарвала или Единорога? Что-то вот из этого. Там не совсем понятно по четкости фотки, что это было. Единорог. Что-то было. Это был Единорог. Ну, все, короче, говоря о наших преподательских тренингах, когда все надо мной стебутся, я не помню, из чего, но пошла такая шуточка, что типа Света типа единорог. Ну, точнее, не я единорог, а что я типа живу с единорогами на радуге, и там у меня, значит, бабочки летают. Ну, потому что мы с Настюхой очень разные, и я такая творческая, а Настюха очень рациональная. Да. Мне надо такую штуку давать. Ты меня очень слушаешь. Спасибо. У меня как-то догадывается неоднозначное отношение как единорога после этого. Ну, вот. И Настюха такая рациональная вся очень, наша левая полушария, а я такая, типа, очень, ну, в розовых очках очень люблю позитивно мыслить, и как бы такая вдохновленность. Я знаю ни с чего, с кого это началось. Оля, скажи, с кого это началось? Я не знаю. Я не помню. Ну, вот. И, короче, ну, и начались вот эти шуточки, что Света, ее единороги, там, погладь своего единорога. Ну, в общем, Ив на день рождения школы, это, по-моему, был четвертый день рождения школы, мы все решили сделать тему. Ну, у нас вообще на большие, на большие мероприятия была всегда тематика вечеринки. И было очень круто. Там был bad taste party, когда все одевались там безвкусно. Зеленоги прекрасны, и ты чудо света. Ну, спасибо. Короче, ну, вот. И тема была, типа, сказочный герой, или, типа, волшебство, ну, в общем, что-то такое, знаешь, связанное со сказкой. И там просто вообще черта лысого творилось. Там все пришли, кто в чем. Ну, как обычно, знаешь, принцессы, там всякие драконы, там очень много были в Кигуруме, ребят. Ну, я как бы первая пошла, еще когда мы только задумали дресс-код, я сразу же «Дернечки, спасибо! Как молодой комфорт!» Как молодой комфорт! Да вообще, мне так нравится, не могу просить мне. Так, Настя, допроси еще за меня там парочку. Ну, вот. И я первая пошла в этот магазин Кигуруме, купила единорога, и говорю, ну, все, теперь, ребята, назад дороги нет, поехали. И все тоже начали одеваться к тому, что ну, вот. И, ну, все, и как бы так. Кто-то был Мэри Поппинс, и я была единорогом. Наверное. Ну, на самом деле... Любовь к сказочному, да? То есть там единороги, школа, это Феникс. У меня... Ну, Феникс, он не со сказками связан, Феникс был связан с тем, что уход от ССА Плюса для меня был очень тяжелый, потому что, ну, мы как бы, я типа, мы начинали в ССА Плюс вместе, и для меня это была, ну, типа, часть жизни. И поэтому, когда я ушла из ССА Плюса, для меня это была как маленькая смерть, а когда родился в Дэнс Хай Скул, это было как маленькое возрождение. Поэтому, собственно, Феникс. Вот. То есть он такой, как бы, серьезный, это не единороги вам. А, короче, я вспомнила еще одну историю про одевание. Мэри Побнес была Настя, да. Короче, про костюмы. Мы делали в прошлом году, в прошлом году мы делали парня. Короче, мы каждый год делаем парням, каждый год, 31 числа. 23 февраля мы делаем поздравления парням. И в школе у нас это стало такой офигенной традицией, когда девчонки собираются огромной толпой, человек в 30-40. И мы креативим просто какой-то экшен. У нас были поначалу просто мы начали с какой-то, типа, карусели удовольствия, знаешь, когда, типа, всех парней посадили в круг, завязали им глаза, и девочки, ну, типа, вставали напротив каждого парня. И у каждой девочки было свое задание. Кто-то, я не знаю, делал массаж спины, кто-то там обнимался, кто-то обнимался с другой позой, кто-то кормил чем-то, кто-то вставлял. Я помню, что я специально отбирала еще, типа, секс по телефону, кто-то с наушниками ходил, и когда была очередь, они вставили парня в наушники, да, был секс, типа, по телефону, и они слушали его. Ну, в общем, такая, типа, тема, назвали это «Круси и удовольствия», и все, с тех пор понеслась, ну, это был такой челлендж прям, соревнование. Девчонки делали поздравления парням, и парни все-таки воодушевленные, отвечали девчонкам, и у нас поэтому, знаешь, такие мощные прям события, это самые, наверное, явкие события вообще в школе из всех. То есть даже круче, чем Новый год, там, день рождения школы, просто потому, ой, я не помню, что было во второй год, я помню, что мы сделали, а, было путешествие по странам, мы, типа, там, ну, они, там, перелетали разными типами транспортов, типа, на самолете, там, на дельфинах, в общем, и в каждой стране они встречали девушек, которые были по-разному одеты, там, в Германии кормили сосисками, там, во Франции они там целовались, и не помню, ну, в общем, такие всякие милые штуки. Потом мы делали «Блонд Боярд», это был прям настоящий у нас Аришка Старцева, который диджей въехал, она просто вытащила всю техническую часть, потому что это был настоящий форт Боярд, просто в условиях школы, то есть у нас были разные локации, ну, понятно, что мы там сделали легенду, что там, ну, короче, все девчонки купили было белые парики, все были «Блондинки», один в один, и, типа, это был остров «Блондинок», и нужно было их спасать, я уже не помню, что там была за идея, но смысл такой, что они должны были проходить испытания этого форта, и они, ну, типа, вся команда мужиков, там, 40 человек оставались в зале, там, 3 добровольца, например, шли на локацию, и за ними шел человек с камерой, и все люди в зале видели прям, что происходит на этой локации, они могли так же, как и в передаче кричать, там, какие-то подсказки, в общем, было очень круто, вот, и, ну, в конце они находили там золото, да, и потом, короче, каждый год мы такие собираемся, блин, ну, типа, мы уже не переплюнем, мы такие были красотки, типа, ну, у нас уже вообще, мы уже все не переплюнем, и в прошлом году мы просто сделали самый, мне кажется, топ, я уже, ну, мы в этом, конечно, были тоже крутые, но все-таки, мне кажется, в прошлый год мы не переплюнем, мы сделали им закрытый клуб, короче, у них был обязательно дресс-код, все парни пришли с иголочки, короче, там, кто-то даже в смокинге пришел, знаешь, просто идеально одеты, все уложены, все вкусно пахнущие, это было классно, и они заходили, короче, в этот закрытый клуб, там, все девочки, короче, были идеально одеты, вот с чего я начала, как раз с одежды, что мы такие, девчонки, давайте, закрытый клуб, и накидали им всяких фоток, знаешь, с корсетами, там, с подвязками, в полупрозрачных колготках, и они такие, ну, нет, что-то мы стесняемся, короче, и начали скидывать фоточки, где они, ну, такие, типа, ну, вот у меня есть черное платье, я тебе, можно их черное платье? Вот, и потом, в какой-то момент Настюха, как раз Ташевская, скидывает фотку, она заказала себе красный корсет, такой просто, знаешь, ну, ты знаешь, у нее еще грудь такая, ох, и она просто, короче, в этом дело не помнит. Нет, ну, в общем, может, посмотрите. По описанию представьте. Вот такая грудь, и она, значит, надела этот красный корсет, и скинула фотку в диалог, и все, и девочки такие, окей, мы поняли, вот, и ровно такая же тема была на танце, мы, короче, готовили, ну, типа, как развлечение для гостей клуба, типа, эротический танец, и готовили прям, ну, я готовила настоящую постановку, а-ля как стрип, к сожалению, Настюхи еще тогда с ними не было, мне пришлось это делать, и мы тоже были все, типа, такие, ну, вроде сначала, как бы там в белье, ну, как бы такие, более-менее одеты, и потом... Да, и потом Аня... Я сначала, а потом? Потом Аня, ну, одна из девочек, она, короче, вышла просто в коротких шортиках, на которых полпопы видно, в подвязках, вот на таких каблуках, и в лифчике просто. И мы такие, типа, нифига себе, ты ее вообще дала, и, ну, как бы, мы поняли, что рядом с ней мы уже не можем, типа, носить свои юбочки, короткие, все, короче, девчонки разделились практически полностью. На мне было белье и прозрачный купальник, ну, типа, как секси-купальник, да, не купальник-купальник, прозрачный купальник, практически голая попа, голая спина, каблуки и подвязка, и все. И когда мы вышли танцевать, просто парни, ну, они уже на тот момент были все разгоряченные, они просто, короче, такой там вой подняли, они кричали, как сумасшедшие вообще, как умалишенные, они рали, и потом, короче... Ладно, короче... Да, я думаю, да. Столько сердечек прям пошло. Сердечек много, все представили, воображение хорошее. Скажите, а у вас точно сальсо-школа? Да, нет, у нас все нормально с этим, просто очень творческий народ, и... Короче, в общем, я давай сначала расскажу, чтобы было понятнее. Они приходили в этот закрытый клуб, и им давали на входе деньги, фальшивые, ну, как бы, ну, типа, они действовали в клубе, выдавали пачку денег всем, и потом они их отправляли на фейс-контроль, и на фейс-контроле, короче, стояли девочки тоже красиво одетые, у нас сек такой, и они их, ну, типа, проверяли на предмет того, что они там не пронесли или они с собой чего, ну, и понятно, как ты догадываешься, они проверяли как надо. Вот. У меня разница во времени, я уже в кровати лежу перед сном, и тут такое, да. Короче, мы их там вот так вот проверяли, и они там даже доплачивали для того, чтобы мы их еще раз проверяли, типа, можно, пожалуйста, еще раз проверить на фейс-контроль, вот, и потом они шли в бар, там были бармены, они могли купить себе выпивку, и там еще были девочки, которые предлагали им типа травку, ну, как бы, понятно, что это были просто... В смысле типа. Нет, ну, с сожалению, мы не могли же настоящую травку предлагать, но, в общем, там были прикольные темы, а, еще была девочка, которая играла на пианино, живая музыка, короче, ну, это был прям очень крутой настоящий мужской клуб, вот, и потом они, ну, типа, когда они все собрались, мы их запускали в зал, и, ну, это было, конечно, офигенно, это были шикарные парни, это были безумно красивые девушки, потому что девчонки с момента, когда они увидели корсеты и голые попы, они все, у них, я не знаю, почему, всем снесло крышу, и просто они были в прозрачных сарафанах, знаешь, там, типа, белье и полностью прозрачное платье, они ходили просто тоже в корсетах, в каких-то там мини-юбках, в шортах, то есть это просто было головокружительное что-то, парни вообще, у них слюни текли там постоянно, вот, и они заходили в зал, и там, ну, была движуха, у них было несколько игр, и они там, по-моему, там было, типа, поле чудес, они должны были угадывать буквы, и там вышло, типа, несколько девушек в ряд, и на каждой девушке была буква нарисована в каком-то месте, и, типа, когда они угадывали букву, они там, ну, там, что-то так поворачивались, там показывали, было очень прикольно, и потом был боулинг, где нужно было, девочка была на скейте, и нужно было ее толкнуть, и там стояли другие разные девочки, и нужно было тоже, они, по-моему, делали ставки на то, сколько кегель, типа, упадет, вот, ну, и понятно, что, типа, девочка со скейта убегала, и эти там как-то драматично падали, ну, типа, нужно было, ну, понятно, что это все было постановочно, но нужно было все равно угадать, сколько упадет, вот, потом, мои любимые, это были скачки, Когда нужно было ставить на лошадей, там было четыре лошади. Такие там. Одна была Оля как раз. Вот сейчас смотрит нас. Она была типа быдло-лошадью. Такая, типа, в спортивном костюме. Такая в очках. Задиралась ко всем потом. Лера, наша... Тоже член нашей команды. Очень ценный. Она была красоткой такая в красном платье с косичкой. Потом была еще лошадь, которая была спортивная. Тоже наша ученица. Такая в спорте. И я была, короче, старая кляча и кобыла. И, знаешь, на меня надели такой бабушкин платок. В общем, какой-то сумитер безумный. Я уже не знаю, откуда вы достали. Носки. И нужно было ставить на то, кто выиграет. Ну, понятно, народ поставил на меня. Ну, не все, но многие. И мы там тоже разыгрывали целый сценарий. Самое, конечно, прикольное — это все тренировать, репетировать, как ты догадываешься. И мы разыграли целый сценарий, когда там сначала спортивная вырывается, потом она, короче, падает, ломает себе лодыжку, короче, начинает ползти, ползти медленно и там, ну, в итоге приползает последняя. Потом быковатая начинает придираться, короче, красивой. Вот. А я медленно, 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 короче, ползу. Ползу, ползу. В общем, в итоге я выигрываю. Ну, это было очень круто. Вот. И потом, потом, короче, я не помню, что были еще за игры. Я помню, что там был аукцион, и надо было... А, ну, типа, да, в конце они устроили, мы устроили аукцион, и был, короче, горячий главный приз. Это был лэп-дэнс. Ну, типа, как это называется по-русски? Танец на коленях когда. Ну, типа, ну, это не стрип, но это, типа, да. Вот. И я помню, что я тоже, короче, вписалась в это, потому что девочкой, которая это исполняла, была наша Полинка. Это наш препод по джаз-фанку. Тогда она еще, по-моему, не была преподом. Ну, только такой была, очень хорошей ученицей. И мне ее пришлось тренировать. Я, короче, смотрела... Я в такие моменты обожаю свои запросы в гугле, знаешь, там просто эротическое белье там, или там, как сделать, ну, в общем, как танцевать в танец на коленях. И я посмотрела кучу, короче, каких-то сумасшедших видосов. Научилась это все делать, делала какие-то упражнения, и мы с ней тренировались. Она, короче, на мне тренировалась на чердаке, я садилась в кресло, она там, я такая, говорю, нет, вот здесь трогай повыше, вот здесь, короче, гладь понежнее. Это было жесть вообще. Вот. И в итоге, короче, начался аукцион, и у парня там уже, они, короче, растратили свои деньги, понятно, и началась борьба между двумя парнями. И, короче, в какой-то момент, это было очень круто, обожаю такие моменты, парни начали скидываться. Они такие, давай я тебе добавлю, отдам, типа, свои деньги, но ты выиграешь. И они, ну, все люди разделились на две толпы, и кто-то начал давать деньги одному парню, и кто-то другому, и в итоге все дали все свои деньги одному, вторая половина дала все деньги другому. Вот. И, ну, это, я не знаю, такие моменты. Больше всего, конечно, мое сердце радуется, знаешь, когда люди прям, ну, объединяются и что-то такое делают больше, чем они сами. Офигенно. Вот. Ну, и в итоге этот парень выиграл этот стрип. Ну, понятно, что наслаждались все, даже больше, чем он, потому что у него были завязаны глаза, а у них нет. Вот. Ну, и Полина, понятно, там у нее там были шортики, тоже все дела. Ну, вот. И заканчивалось все это тем, что... Еще одна история получилась, целая прям, байка. Заканчивалось все это тем, что они, типа, по-моему, выигрывали, или тоже кто-то выигрывал финальный приз, или все выигрывали. Мы сделали, девчонки сделали торт в виде машины, типа, в виде прям Феррари настоящего. У нас там есть одна искусница. Вот. И мы выносили этот торт, и потом, короче, ну, мы сымитировали облаву на клуб, что это, типа, подпольный клуб, и выбежали девочки, которые были, типа, камоном, 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 такие тоже все нарядные. И, ну, мы, типа, выгасили свет, там сирены, в общем, они, типа, всех скрутили, ну, и вывезли, вывели уже, ну, в барную зону, и там уже просто все праздновали, кричали. Но это было вообще самое фееричное. Парни просто все, короче, они вот такие ходили, вот с такими глазами, и не могли даже двух слов связать, и просто такие это было. Да, фотоальбом есть в группе Dance High School, заходите. Есть как раз там 23 февраля какого-то года прошлого. Вот. И это, конечно, было очень круто. Вот так вот рассказала. Рэй, четвертый семинар, я не хочу от тебя семинары посадить, не хочу от тебя другие семинары. Просто все другие. Мы это потом вот увидим. У меня нет ничего такого, что порадует танцоров всех направлений. Нет, союзная. Нет, но это очень на начинающем уровне. А, я еще не сказала, что как раз, что когда мы танцевали этот танец, парни начали орать, и потом они кидали в нас деньги и засовывали нам деньги, короче, тоже в эти подвязки, которые все, короче, все, которые у них были, такие, идите сюда. Это было очень смешно. Ты смотри, это сейчас вам поднимут группа ВК. Да, как группа ВК называется? Dance High School. Школа танцев Dance High School. Да, сейчас мы поднимем рейтинги группы. Ну вот. А? Она такая... Да, я могу еще рассказать о том... Это вы сделали парнем, а что парни вам в ответ сделали? Они сделали... Блин, вот в этом году, к сожалению, я пропустила их поздравление, но я так понимаю, что оно было самое крутое. По описаниям они сделали Дикий Запад. Ну, парни, конечно, очень круто берут каким-то антуражем, потому что у них все-таки руки растут из нужного места, в отличие от нас, и они, короче, сделали дверь в малый зал у нас, обычная, они ее сняли и вместо этой двери сделали, знаешь, вот эту, ну, барную дверь, как на Диком Западе, вот такие дверцы, которые раскроют. Да, как в полу. Это было так круто. Я просто, я видела все на видосах и фотках, но это было офигенно. И они, короче, вырезали кактусы из бумаги, ну, какие-то двухсторонние. в большом зале они расставили эти кактусы, вот, и все парни ходили и обращались с девушками, типа, снимали шляпы такие, если встречали, было очень круто. и я не помню, там какая-то была тема, я так понимаю, что там не было какой-то единой идеи, но были разные станции, где девчонки могли делать штуки разные. Кто-то мог, кто-то стрелял, ну, типа, можно было где-то стрелять, вот, но не помню, к сожалению, вот, видишь, я там не была. И, короче, я так понимаю, что самое активное место был бар у Сережи, как раз, Серега Перепчак. Там тоже играли, типа, на пианино, в общем, что-то какие-то там видосы показывали, ну, в общем, очень-очень тоже, очень креативно. В прошлом году они сделали сказочных, ну, маленький спектакль со сказочными героями. Все девчонки были переодеты в принцесс, тоже очень круто, все пришли девочки. Ну, после 23-го, понятно, что все уже такие запалом, знаешь, нарядились в принцесс. Вот. И они сделали, ну, такой, типа, а-ля интерактивный спектакль. Было очень интересно, например, когда они сделали нам шоу «Интуиция». Они вывели 5 или 6 парней, и, ну, они просто такие, ну, я не смотрела никогда на шоу «Интуиция», но я предполагаю, что они там, типа, стоят такие в эстетичных позах, вот, совершенно разные. И, ну, читают какой-то факт, например, этот мужчина сам себе связал шарик. Ну, у них там номера, там, в детском возрасте увезен в «Интуру» там на сутки, я не помню. Это, кстати, был наш Серега Пилипчак, мы еще удивились. Вот. Ну, и разные факты, нужно было соотнести, типа, кто с кем, но это было очень прикольно, что я вообще, по-моему, ни одного не угадала, потому что парень, который связал себе шарфик, он был самого вороватого вида из всех, знаешь, такой большой, такой широкоплечий бугай, такой страшный, с бородкой, просто, и парень сам себе связал шарфик, такой, как это вообще возможно? Вот. Так что парни тоже, да, прям очень достойно отвечают. А в этом году мы сделали, мы были кошечки. Это было очень прикольно, потому что я никогда не играла с клубками, и открыла для всего, что это, кажется, так весело. Потому что, ну, там всегда такое, ну, в таких мероприятиях люди приходят не вовремя, поэтому есть какой-то период времени, когда просто какая-то движуха происходит, знаешь, в зале, чтобы все собрались. И вот мы как раз, мы всем девчонкам сказали, так, короче, ни слова вообще по-русски, вы все мяучите, вот, и вообще ничего не, вы только мяучите, короче, коготки точите, и ластитесь, и, короче, хвостами виляете, и все. Вот. И у нас были разные локации, где могли что-то делать. Кто-то мог, короче, залезать в коровку, значит, и в коровке спать. Кто-то, короче, игрался с клубками, вот. Потом еще парням, а, парням выдавали такие, и там была такая удочка, точнее, не выдавали, там лежала такая удочка, с которой можно было, ну, типа, тоже поиграться. И парням выдавали маленькие пакеты с едой, и они могли нас кормить с рук. И было самое смешное, что мы такие, перед началом такие, ну, что-то какая-то странная хрень, парни будут нас своими руками кормить из рук, ну, типа, это же как-то, фу, вообще, типа, что ты думаешь? Эти кошки, короче, все, просто, чужели вылизывали, вообще, это было так прикольно, когда входишь в роль, просто что-то такое невероятное происходит, потому что, короче, мы там играли в клубки, я сама, ну, сама поймалась на мысли, что это просто так прикольно, короче, катать в клубки, они реально очень быстро раскатываются, ты не можешь их никак, ну, типа, поймать, знаешь же, хочется за ними бегать. Вот, потом, короче, мы еще приходили, просто ложились вот так на колени, короче, с жопой кверху, вот, и было смешно, они такие сидят, типа, блин, у меня Света Рэй лежит на коленях, я не знаю, что с ней делали, вроде как погладить хочется, но вроде как-то руки, знаешь, не доходят, ты такой, вот, и за ноги цеплялись, там, короче, коготки не точили, вот, ну, и прикольно тоже было, знаешь, когда какие-нибудь девочки, там, где-нибудь в олдсайде сидели, там, они хотели, ну, например, ходят парни, вокруг которых нет девушки, ходят, скучают, и мы договаривались, что должна быть обязательно девушка, которая подходит к нему, и что-то делает, вот, и ты просто подходишь, такая к ней, она такая, вот, короче, к вам вкусный был парень, сами его хомячили, да, это правда, да, ой, руки, ты здесь, прикольно, ну, вот, в общем, короче, ну, и потом всякие были тоже кошачьи игры, я уже не помню, там, что-то, что-то где-то надо было пролазить, можно слушать часами, это все вино, а какое вино ты пьешь, скажи мне, Марку, красный, это мне любое можно налить, марка не имеет значения, ну, вот, ну, отлично, да, рассказала все секреты внутренней жизни нашей школы, мне ощущение, что это далеко не все секреты, это мы только-только начали, у тебя только час, поэтому, да, больше не успеем ничего узнать, да, больше не успеем, ну, можно будет, о, Ник, Ник, ты поставил смайлик сердечками, такого не бывает, это реально, это танцузский, разбиваешься, у меня, примерно, что-то рассказывали, но я его ни разу не видел, у меня тоже так галочка, я хочу в Питер посмотреть хоть, что это сейчас, про которого он так рассказывает, увидишь, он обычно не ставит смайлики эмоциональные, это не его, не его профиль, ну, вот, ну, это, наверное, на вино, короче, в общем, да, ну, ощущениям, так я все рассказала, но, может быть, просто мало вина, действительно, она такая, ну, в следующий раз, мы подготовимся лучше, да, походу, с тобой просто подкаст делать, такой, полусладкая с Рэй, можно, да, ну, надо будет каждый раз все больше и больше вина, в какой-то момент я вырублюсь от передоза, слава богу, да, успела все рассказать, ну, не знаю, не знаю, мы бы послушали еще все твои секреты, ну, к сожалению, бежать. К сожалению, да, все, у нас осталась одна минута, поэтому, пока ты не успела все рассказать, можно переходить к стадии, спасибо, это было прекрасно, сердечки, 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 сердечки очень милые, да, спасибо вам большое, ребят, и спасибо большое, Лен, я хочу сказать, пока у меня есть 20 секунд, что очень мало людей, которые так хорошо слушают, что могут меня разговаривать, а ты прям разговаривала, это прям офигенно, дар. Мы все списываем на вино, но, как бы, ну, это не только вино. Спасибо, было очень приятно. Спасибо, спасибо. Все, ребят, короче, эфир будет еще сутки висеть, потом я его повешу на Инстаграм, ой, да, в ГТВ, в Ютуб, с пометкой 18+, потому что, по-моему, самый развратный матерный эфир. Я думала, Алиша будет, но нет, неожиданно рейс. Так что, Майфил Миша удивляет, это прекрасно. Я рада. Спасибо большое. Все, всем спасибо, всем хорошего вечера. Спасибо, друзья. Все, пока-пока. Увидимся когда-нибудь на танцполах. Да. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok